Раздруженное здание, обгоревшие стены и повсюду гарь. Это все, что осталось от детского лагеря Витязева. Ночью здесь полыхало так, что зарево от огня было видно за несколько сот метров. В корпусе загорелся второй этаж и вспыхнула часть мансарды. Потом огонь перекинулся на остальную часть помещения. Детей в момент возгорания, к счастью, в здании не было. Персонал, находившийся внутри, эвакуировали спасатели. В этом корпусе проживали 108 человек, отдыхающие из Татарстана. Никто из детей не пострадал. Все они экстренно были размещены в детских лагерях курорта. Сегодня в Анапу приехал губернатор Вениамин Кондратьев, чтобы пообщаться с детьми. Посмотреть, в каких условиях они живут и какая помощь им была оказана. Чужих детей у нас нет. Знаете, в чем залог успеха? Что каждого ребенка мы воспринимаем как своего, да? Да. В огне остались вещи, одежда, телефоны и даже документы детей. Маленький Ильдар рассказал главе региона, что лагерь, куда их перевели после пожара, ничуть не хуже прежнего. И даже пригласил Вениамина Кондратьева посмотреть его комнату. Но их постояльца в счастливом детстве приняли хорошо. Разместили в корпусах, одели и обули. Мы вам поможем, чтобы у вас эти вещи новые появились. Чтобы самое главное, у вас настроение было очень хорошее от посещения Анапы, от Черного моря нашего, от солнца очень такого ласкового. От загарок. От загарок, которые долго-долго тебе будут напоминать о этом Черном море, бережье. И я надеюсь, что на следующий год ты обязательно вернешься. Так? Поэтому главное, чтобы было желание. А возможность мы вам предоставим. По словам директора лагеря, здание новое. Ремонт был сделан совсем недавно. Здесь все соответствовало требованиям пожарной безопасности. Однако для тушения огня потребовалось 14 единиц техники. Площадь разгорания была большой, около 300 метров. Все службы сработали слаженно. Это и администрация города Анапы, и пожарная служба. Нету человеческих жертв и нету трагедии. Конечно, край окажет детям помощь. Нам очень важно, чтобы, как я уже сказал, дети отсюда уехали с хорошим, таким, на самом деле, летним, радостным настроением. Пообщавшись с детьми, губернатор отправляется на место пожара. О ночном возгорании здесь напоминает только полуразрушенный корпус, который стоит в глубине лагеря. Огонь уничтожил все, целыми остались только стены. Всю ночь здесь работали спасатели. Предварительная причина пожара уже установлена. Работают эксперты, они определят, но с большей долей вероятности можно сказать, что пожар произошел из-за мобильного телефона, который стоял на зарядке и был накрытой подушкой. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям всех служб. Об этом говорит губернатор уже на заседании оперативного штаба. В зале специалисты профильных министерств и ведомств на видеосвязи главы всех муниципалитетов края. Проверить систему безопасности и электропроводки во всех детских лагерях и здравницах. Такое поручение дает Вениамин Кондратьев, главам городов и районов региона. Там, где дети, рисковать нельзя. Глава муниципальных образований обращаюсь еще раз, проверьте наличие пожарной сигнализации. Она сегодня показала ночью, что она сработала и дала свой результат. Второй момент. Пожарные гидранты. Они должны быть просто так для наличия. Они должны работать. Электропроводка, которая времянка, как ее в народе говорят, сегодня тоже не прибегают. Вот здесь еще раз подчеркиваю, там, где дети, но там даже где взрослые, никаких времянок быть не должно. Вот здесь персональная уже ваша ответственность. Проверьте, пересмотрите. Потому что вот эти сопли, которые, электрические провода, которые порой присоединяются напрямую, непонятно кайке, непонятно к каким способам, это тоже сегодня очень реальная угроза. Чтобы подобных ситуаций больше не происходило, губернатор предлагает во всех детских лагерях и здравницах выделить отдельные комнаты для подзарядки электрических приборов и телефонов. Кроме того, все учреждения детского отдыха должны быть еще раз проверены совместно с органами прокуратуры и Роспотребнадзора. Елена Касабова, Денис Москаленко, Кубань-24, Анапа. Денис Москаленко, Кубань-24, Анапа.